Вот даже год тому назад мы спокойно начали ротацию кадров. Это естественный процесс, естественный. Да, через некоторое время пройдут выборы, и этот процесс нужно закончить. И окончательно, почти окончательно определиться с составом правительства. Почему почти? Потому что, естественно, после выборов это экзамен. Мы посмотрим, кто как сдаёт экзамен. Этот же портфель никому не даётся навечно, в том числе и мне. Меня избирает народ, вас назначает президент. Всё по конституции. Ещё раз хочу подчеркнуть, даже те, кто не попадёт сегодня в новое правительство, они без работы не останутся, они не враги. Ну, к примеру, Сергей Николаевич Румас. Кто грязью его поливает, что он там не сделал, надеялись, реформы приведёт, не приведёт и так далее. Кто-то жалеет, кто-то сожалеет, кто-то заявляет, что придёт к власти, 80% правительства нынешнего Лукашенковского оставит. Знаете, я сомневаюсь, что это за политики. Но если 80% останется старого правительства, так зачем тогда что-то менять? Какие тут новации и реформы пойдут? Поэтому я и вас прошу, приобретайте рабочее состояние, особенно тех, кто сегодня там будет на новых должностях работать. А подавляющему большинству, наверное, и не надо его приобретать. Я думаю, вы в тонусе все. И я не собираюсь тут заниматься каким-то, знаете, навалом, наскоком, чтобы кому-то голову сломать. Да и время не то, чтобы сегодня ломать. Даже не время строить. Сегодня надо спасти то, что построили. И я откровенно говорю, народу и всем вам с вертолёта деньги разбрасывать не будем. Поэтому спасти страну и выйти из этого положения мы можем только благодаря своей дисциплине, сжав зубы, сдержанности и направления народа всего на решение проблем.